И вот это площадки настоящие звезды! Всем привет! Меня зовут Виктор Блут и я представляю направление силачей старой школы. Я являюсь создателем данного направления и мы выступаем от команды Фитстарс. Всем привет! Меня зовут Денис Вовк. В этот раз я буду участвовать в командной зарубе. Мой напарник Виктор Блут. Продолжение следует... Здравствуйте! Меня зовут Тeemu Мäntuniemi. Я учился в CrossFit Басменте в Финляндии. Я был четвертым в Финляндии в Финляндии в 2018. Здравствуйте! Меня зовут Рику Хедман. Я из CrossFit-Jвязкиля, и я из Финляндии. Я считаю, что у нас есть очень хорошая шанса. Мы хороши на поверснадчиках и бармазлапс. Они очень сильные, с спутом, локом и д-болом. Мы должны идти вперед, чтобы мы победим. Ну, я не знаю много противника, но я считаю, что у нас хорошая шанса. Мы хороши на поверснадчиках и бармазлапс. Я считаю, что у нас хорошая шанса. Наши соперники, ребята из Финляндии, как говорят, это одни из лучших CrossFit-атлетов этой страны. Которые находятся в топ-10 CrossFit. От себя могу добавить Терве Тулуа, Петериса. Сомин поэт. На самом деле у меня первый опыт такой будет в команде выступлений. Но за свою команду я полностью уверен. Уверен в своем напарнике, что у нас все сложится отлично. Данный батл является для меня проверкой и подготовкой на соревнованиях. Денис является моим наставником. И он сказал, что надо участвовать, проверить свои силы. Собственно, чем мы и займемся. Давайте, ребята, приезжайте на нашу территорию и покажите все, что можете. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Представляю вам программу упражнений на это противостояние. Сперва спортсмены сделают 30 рывков 60-килограммовой штанги с пола. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Потом их ждет перекладина, на которой надо будет выполнить 30 выходов силой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Четвертым упражнением станет толчок 60-килограммового бревна, который надо будет толкнуть тоже 30 раз. И на финише атлетам предстоит 30 раз забросить на ящик огромный мяч весом 70 кг. Также особенностью этого противостояния является то, что в любой момент атлет может совершить замену. Для этого ему надо лишь ударить по руке своего напарника. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добрый день, друзья! Добро пожаловать на Ворт Экспорт Баттл! Сегодня вас ожидает международный командный поединок в формате 2 на 2. Два звездных российских спортсмена сразятся против двух топовых кроссфит-атлетов из Финляндии. Давно ожидаемое противостояние состоится прямо здесь и сейчас. Входящий в топ-5 финских кроссфит-атлетов Тиему Мянтьюньеми. Призер чемпионата в Финляндии по кроссфиту Рику Хедман. А вместе они сборная Финляндии. Добрый день, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на Ворт Экспорт Баттл четвертый сезон. Итак, мы видим, как новый состав сборной Финляндии в лице топовых кроссфит-атлетов Тиму Мянтьюньеми и Рику Хедман выходит на площадку. А вот и их оппоненты. Из клуба Нева Кроссфит. Основатель движения силачи старой школы Виктор Блут. Представляющий клуб Кроссстронг. Официальный представитель кросслифтинга по Северо-Западному федеральному округу. Победитель второго сезона Ворт Экспорт Баттл. Денис Вовков. А вместе они команда Фитстарс Тим Россия. Ну а этих парней вы очень хорошо знаете. По многочисленным просьбам наших зрителей, популярнейший атлет Виктор Блут в паре с Денисом Вовков сегодня выступит за честь нашей страны на арене Ворт Экспорт Баттл. В формате этого баттла по правилам спортсмены могут меняться сколько угодно раз в любое время. Основная задача выполнить необходимое количество повторений. Сегодня в каждом из заданий им предстоит выполнить по 30 повторений на двоих. Сегодняшний баттл судят Ашот Саркисян. Тренер по функциональной подготовке из клуба Сфера Фитнес. Иманд Бальчетис. Выступающий спортсмен по силовому экстриму из клуба Факел Стронг. Спортсмены готовы? Вы готовы? Да. Спортсмены готовы? Зрители готовы? Три, два, один. Начали! Ну вот и стартовала эта долгожданная заруба. Первым упражнением у нас рывки со штангой 60 кг. Отличный темп сразу набирают обе стороны. Виктор Блуд выполняет очень четко эти движения. Делает пять повторений. Выступает эстафету Денису Вовку. Очень интересная тактическая борьба. Все зависит от того, в какой момент времени спортсмены будут меняться и по сколько раз будут выполнять. Основная задача выполнить общее количество повторений. Видим, что финские атлеты выбирают ту же тактику. Давайте поддержим наших гостей из Финляндии. Пять повторов и меняется участник. Что нам покажет сила старой школы? Очень хорошую технику демонстрирует Виктор Блуд. Четко работают они по плану, но финские атлеты не отстают. Вставай, Денис! Обратите внимание на пульсометры. Наши ребята сразу же взяли огромный темп. А вот финские атлеты работают как истинные кроссфитеры. Четко следят за своим пульсом и работают очень размеренно. Здесь очень важна сложная работа команды. Вовремя меняться для того, чтобы сохранять силы и идти с высоким темпом выполнения упражнений. Главное, как вы понимаете, общее количество выполнений. Команда Фитстарс, видимо, сделала ставку на вот этот быстрый старт. На то, что в таком высоком темпе они смогут сделать себе хороший забил. И команда закончила первое упражнение. Следующее упражнение – выход из силы. И вот мы видим, что уже первое упражнение закончено. И выход из силы тоже надо сделать 30 раз. Виктор Блуд начинает выход из силы. Тема Мянтиниями старается его догнать. Судя по пульсометрам, финские атлеты так и будут работать в этом темпе. И возможно, что они планируют накатить на финише, дождавшись, когда россияне устанут. И вот на площадке настоящие звезды. Давайте покажем, как мы можем их поддержать. Давайте поболеем за них. Поддержите их. Очень четко и очень синхронно идут атлеты. Отставание финских спортсменов совсем небольшое. Кто у нас готов поддержать гостей из Финляндии? Давайте, ребята! Буквально четыре повторения отделяет сейчас сборную Россия от сборной Финляндии. Денис Ловк выходит на турник. Надо сказать, что буквально за неделю до этого турнира Денис получил травму. Надрыв приводящей мышцы. Осталось на двоих восемь повторений. Но он не подвел ожидания болельщиков, не подвел организаторов. И вот мы видим, как он мужественно вместе с Виктором Блудом соревнуется на площадке, имея незалеченное повреждение. Смашешу гонку мы с вами наблюдаем. Разрыв всего в четыре повторения. А такой высокий темп позволяет держать постоянные замены, которые являются отличительной чертой формата командных соревнований. Итак, последнее повторение выхода с силой закончено. Вы хотели видеть Виктора Блуда в деле? Смотрите, школа старая, а спортсмен как новый. Ребята выходят вперед. Третье упражнение. Фронтальные приседания со штангой на груди. Вес штанги 90 килограмм. Команда Фитстарс вырывается вперед. Давайте, ребята. В высочайшем темпе работают сейчас российские спортсмены. Фронтальные приседания с весом 90 килограмм. И тоже 30 повторений на двоих. Фины по-прежнему никуда особо не торопятся. Работают, как мы видим, на зеленой зоне пульсов. Посмотрите, насколько важна грамотная тактическая борьба команды. А вот Виктор Блут и Денис Вог прямо-таки не жалеют себя и рвутся к победе. Давай, давай, давай! Давай, 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 давай! Молодцы вы впереди! Давай, вздёте, вздёте! Давай, кратко, давай! В нашей истории это второй командный батл. И второй раз участие финских спортсменов. Давайте поддержим, друзья из Финляндии! Становится уже более ощутимым преимущество российской команды. Виктор Блуд сейчас будет завершать фронтальные приседы. Вот это поддержка. Закончили это упражнение. Передает он эстафету Денису Ловку. И четвертое упражнение – толчок 60-килограммового бревна. Слышим, и какая неистовая поддержка у российских атлетов. Четвертое упражнение – толчок бревна. Ну вот мы видим, что Рико Хедман тоже сейчас пульс у него скакнул. Так, давайте, ребята, собрались. Работает он в красной зоне пульсов. Ну а тем уме антиними как работал, так и работает в размеренном темпе. Команда «Фитстарс» уверенно вышла вперед. Давайте, ребята. Напомню, что этот человек входит в топ-5 лучших финских кроссфит-атлетов. Вы слышите, что творится в зале. Конечно, группа поддержки у команды «Фитстарса» неистово. Возглавляет ее Гога Тупурия, будущий участник пятого сезона нашего шоу. Нашу команду красиво поддержим. Давайте поддержим, ребята, из Финляндии. Давайте, ребята. Вот мы видим, что и финская сборная наконец преодолела третье упражнение. Выходит к четвертой базе. Посмотрите, конечно, какая великолепная техника у Дениса Вовка. Ну а что, собственно, ожидать от топового тренера по кросслифтингу? Давайте, ребята, не форсируйте вы впереди. Ну а между тем вот подбадриваем мы своими болельщиками. Виктор Блуд и Денис Вовк сейчас завершат четвертое упражнение. Останется последняя база. Наша команда «Финстарс» выходит на финночную прямую. Теперь задача поднять Кам'Ятласу весом 70 килограммов на тумбу. И тоже 30 повторений на двоих. В хорошем темпе работает Виктор Блуд. Несмотря на то, что пульсы зашкаливают. Нормально. Так, когда еще? Спокойно, ребята, не гоните его впереди. Вот даже Павел Бадыров пытается немножечко притормозить темп российских спортсменов с тем, чтобы, ну, совсем они уже себя не загнали. 70 килограммов и такая неудобная форма. Но так уверенно справляются с этим движением наши парни. Самоотдача совершенно сумасшедшая. Давай, Вита! Очень легко выполняет Украине. Остается всего 20 повторов. Наши ребята уверенно фигируют. Денисов хорошо знаком с нашим форматом соревнований. Выступал он здесь и в качестве спортсмена. Был судьей в третьем сезоне. Давайте поддержим гостей из Финляндии. Они не сдаются. Вот для остальных участников этой битвы сейчас первый выход на арену Вортак Спорт Баттл. Не гоните спокойно, вы впереди. Не надо форсировать. Давайте поддержим спортсменов. Это финальное упражнение нашей зарубы. Осталось совсем чуть-чуть. Осталось всего 10 раз на двоих. Уже 9. Так, ребята, давайте. Ленис Вовка уже на морально-волевых. На пульсе под 200. Забрасывает этот серединский килограммовый мяч. Давай, давай. Что такое кросс-лифтинг? Покажи. Осталось 5. Слышим, как поддерживают Виктора Блуда. Это его дебют на Вортак Спорт Баттле. 3 повторения. Впереди, как мы знаем, в пятом сезоне эпохальная заруба с Алексеем Шредером. Давайте, ребята. А сейчас... Все. Все, вот он финиш. Денис Вовки, Виктор Блуд, команда Фитстарс. Сборная России побеждает в этом противостоянии. Давайте, парни, боритесь. Молодцы, не сдаются. Финские атлеты не сдаются. Они будут стараться успеть выполнить всю программу. Ну что, живы? Вот мы видим, дорогие друзья, какой тяжелой ценой далась победа российским спортсменам. Пронеслись они по дистанции, в высочайшем темпе влетели на финишную прямую. Обогнали своих соперников на много-много повторений. Работали на пульсе под 200 оба. Памятная фотосессия. И вот сейчас, собственно, мы видим, как они стараются восстановиться. Ребята, помогите доработать друзьям из Финляндии. Вот Гога Тупурия своих друзей по команде подбадривает. Пусть вас не смущает значение пульса у Рика Хедмана. Выяснилось, что на упражнении с атласом у него просто сбился пульсометр. Безумное количество сил и энергии, отданное этой борьбе. Осталось 10 секунд до конца нашего времени. Тайм, стоп! Ну вот и соревнование завершено. Смотрим мы, как невозмутимые финские парни приходят в себя после этого марафона. Так, Виктор, как самочувствие? Нормально. Нормально? Они сегодня уступили, а вот победители. Да, ребята, надо прийти в себя. А ну, ты шуми! А ну, ты шуми! Посмотрите, какой ценой даются победы на нашем проекте. Вот так выкладываются. Казалось бы, были настолько впереди, все равно зарубались на максимуме своих возможностей. Ну да, был какой-то момент сомнения и опасность, что могут не хватить просто сил на таком огромном темпе работать российским спортсменам. Но Виктор Блут и Денис Вов показали свой высочайший класс. Вот мы видим, что и доктор появился на площадке. Всегда у нас на соревнованиях дежурит бригада скорой помощи. Виктор Блут и Денис Вов. Ну вот и церемония награждения, дорогие друзья. Да, давайте поднимем руки. Сразу две. Оп! Победители сегодняшней зарубы. Команда Фитстарс. Денис Вов, Виктор Блут, команда Фитстарс, сборная России, побеждает в этом соревновании. Вы сами все видели, это было нереально круто. Вы видели, какой ценой досталась нашим парням победа. Подписывайтесь на наш канал. Если вам нравится то, что мы делаем, ставьте лайки на наш канал в Ютубе, группу ВКонтакте, в Инстаграме. Болейте за нас, ведите здоровый образ жизни. И сегодня это все. До новых встреч, пока! Всего доброго, дорогие друзья. Будьте здоровы! Денис Вов, Виктор Блут Изначально мы, наверное, даже немножко пожалели, что вписались в этот блудняк, потому что готовимся к соревнованиям по Стронгу. А когда вы успели пожалеться? Когда успели? Во время сладки успели пожалеться? Во время того, как вместе интенсивный комплекс сделали на тренировке. Сложность была в том, что последние два месяца готовимся вообще и тренируемся в другой направленности. В какой другой? В силовой экстрим, где, в принципе, такой работы по 10 минут нет. То есть пришлось прямо попотеть? Да, да. Как в настоящем поединке? В этом и была сложность. Если бы мы именно под это готовились, то, я думаю, гораздо легче было бы. У вас есть желание еще участвовать? Да, мы будем участвовать обязательно. Да, увидите сейчас. Вообще есть предложение конкретному человеку, с кем он хочет дальше выступить. Я уже все сказал, еще раз скажу. Это Алексей Шреддер. 4 августа, 5 сезон. Жду. Есть время подготовиться, подышать. Я думаю, что мы приехали здесь, чтобы победить, но сейчас мы немного повлиялись. Некоторые боятся? Нет, не боятся. Они были хорошие. Мы знали, что они были сильные. Я благодарю наших противников. Они были в очень хорошем форме, очень быстрые, очень сильные. Они говорят, что продемонстрировали хорошую форму, достаточно сильную, и быстро у них все было. Будьте счастливы, ребята! Субтитры создавал DimaTorzok